Я приготовлю солнечный пирог. Непростой солнечный пирог с беконом и курицей. Хорошее сочетание, правда? А для этого солнечного пирога мне понадобится приготовить дрожжевое тесто. Для теста мне понадобится 250 мл холодной воды. Эта вода очищенная, в ней правильный баланс кальция и магния. Эта вода очищенная не изменяет вкус теста, а только еще больше его раскроет. И 250 мл молока. Мне понадобится дрожжи 50 г. Я беру половину брикета, зная, что этот брикет у меня 100 г. Раскрошу хорошие дрожжи венчиком, подмешаю, распущу дрожжи, чтобы не было никаких комочков. Перемешала интенсивно дрожжи. Все, они растворились уже, полностью перемешались жидкостью. Мне понадобится 700-900 г муки. Муку, как всегда, для дрожжевого теста я буду просеивать. Почему я говорю 700-900 г? Я буду смотреть по консистенции теста. Для начала я просею всего 700 г, а потом буду уже смотреть по обстоятельствам. Вот 700 г я просеяла. Отставляю в сторонку и вымешу лопаточкой тесто. Буду смотреть, если оно жидковатое, я буду добавлять муку. Если оно уже достаточно будет плотное, муки мне больше не потребуется. Всегда регулируйте жидкостью мукой. Это очень важно в дрожжевом тесте. Я забыла одну вещь. Я забыла положить сюда 1 столовую ложку сахара. Я исправлюсь быстро. Сахар сейчас невозможно посыпать как соль на тесто, чтобы оно впиталось. Мне все-таки придется сахар растворить в воде. Чтобы у меня такой сладкий сиропчик получился, перемешиваю и выливаю. Вот в таком виде этот сахар сейчас очень хорошо войдет в тесто и растворится. И так вот продолжаю вымешивать. Тесто сейчас уже у меня достаточно упругое. Мне неудобно это делать в миске. Я тесто перемещу уже на стол и буду вымешивать его продолжать уже на столе. Чуть-чуть, как всегда, минут 5-7. Я вымешиваю муку, воду, дрожжи и сахар. Потом вмешаю масло. И уже в самом последнем я добавлю соль. Еще сделаю один небольшой замес и поставлю тесто отдыхать. Ну и сейчас я сразу же добавлю масло. Тесто будет воздушным, потому что будет очень сытная начинка. И в этом случае, на мой взгляд, начинку не надо забивать вкусом теста. Тесто должно получиться какое-то просто в виде хлеба на вкус, чтобы такая сытная мясная начинка сопровождалась вот этим вкусом хлеба. Вымешиваю масло хорошо. Пока масло не вмешалось, тесто немножечко как бы под руками раскисает. Это всегда происходит. Но как только масло начнет впитываться, тесто будет становиться все более и более эластичным. И с ним будет приятно очень работать. Вот даже уже видно, что с каждым замесом масло начинает впитываться, как бы входить в массу теста, муки. И тесто уже такое формируется, собирается в хороший эластичный шар. Ну еще вот пару таких замесов. И последний ингредиент в мое тесто – половину столовой ложки соли. И хорошо еще минут 10, чтобы соль растворилась в тесте, буду тесто еще раз замешивать. Все, тесто я хорошо вымесила. Соль разошлась в тесте, растворилась. Формируется очень хорошо вот такой вот шар. Тесто получилось эластичное. Вот хороший шар. Сейчас я его уберу под пленку на 40 минут отдыхать. И в это время можно отдохнуть самой после такой сильной тренировки рук. 40 минут. Я не думаю про тесто, оно не думает про меня. И я буду переходить к приготовлению начинки для солнечного пирога. Одним солнцем сыт не будешь, поэтому готовлю такую хорошую, сытную мясную начинку. Для этого мне понадобится 2 зубчика чеснока почистить. Сразу поставлю греться сковороду на плиту. Возьму маленький нож и большой сразу почищу чеснок. Два таких небольших зубчика чеснока достаточно для придания такого аромата. Если хотите увеличить чесночный вкус, возьмите больше чеснока. Раздавлю его так. Тогда чеснок больше оставляет свой аромат. И нашинкую. На сковороду налью буквально 20-30 миллилитров оливкового масла. И отправлю жариться чеснок. И начну сразу чистить головку репчатого лука. И нашинкую его на небольшие кубики. Начинка должна быть однородная. Когда лук такой очень ядерный, я плачу. Надо на него дуть. Я не забываю про чеснок. Я его тут просто по сковороде немножечко так погоняю, чтобы он не пригорел. И дошинковываю свой злющий, призлющий лук, который заставил меня, если не рыдать, то плакать. И лук у меня также пошел к чесноку. Перемешаю слегка, чтобы поднять сам чеснок уже со дна сковороды и больше уже обжариваю с лук. И в это время у меня есть замечательный вот такой вот бекон в нарезке. Мне его надо приблизительно 250, можно 300 грамм брать в этот пирог. Бекон не испортит ни в коем случае начинку. Еще сделает ее более ароматной, жирной, такой сытной. Нарезаю тоже кубиком. Не забываю про лук и чеснок. О, летит все. Дорезаю бекон. И отправляю бекон к луку и чесноку. И обжариваю до тех пор, пока не появится такой ярко выраженный запах обжаренного бекона. И в этот момент, не дожидаясь пирога, можно взять ложку, вилку и часть начинки этой поесть. Все, достаточно. Оставляю в сторонку. Следующий ингредиент моей начинки такая замечательная, большая курица. Она пойдет вся. Я курицу отварила заранее. Сейчас мне надо курицу разобрать на части, только оставив от нее воспоминания, скелет. Вот так вот. И сейчас мне это мясо надо будет перемолоть в мясорубке. Насадку лучше взять самую большую, чтобы у вас не было каши и все-таки было видно, что это куриное мясо. В помощь возьму миску, включаю мясорубку. Сейчас вы меня слышать не будете. Я с вами расстаюсь на какое-то время. Фарш куриный готов. Бекон обжарен. Не осталось нашинковать зеленый лук. Граммов никаких нет. Хороший такой вот пучочек зеленого лука. И нашинковать его надо тоже достаточно мелко, чтобы он был такой же однородный, как все ингредиенты уже мной нашинкованные. Должна получиться очень красивая начинка и очень вкусная. А главное, очень сытная, потому что вы помните, что одним солнцем сыт не будешь. Осталось соединить все ингредиенты. Бекон я отправляю к курице. Сразу убираю сковороду. Зеленый лук уже к мясной начинке. Все убираю. И мне осталось только приправить специями эту замечательную, уже вкусную такую начинку. Я воспользуюсь смесью перцев. Поперчу от души, потому что я любитель перченого. Возьму немножко совсем соли, потому что здесь бекон, а бекон уже соленый. И чтобы не пересолить начинку, ну, такую хорошую щепотку, но не более того. И еще я добавлю сюда 2 столовых ложки, ну, вот так вот я в горсточку насыплю панировочных сухарей. Вы можете это не делать. Это просто начинке придаст такой своеобразный тоже привкус. Простой ложкой все хорошо. Теперь соединю. Вот так вот. Начинку я перемешала хорошо. Начинка для моего солнечного пирога уже полностью готова. Осталось совсем чуть-чуть подождать, когда подойдет тесто, и буду делать солнце. Тесто готово. Вы видите, как оно, ух, прям хочется его прям мять и мять, мять и мять. Сейчас я этим и займусь. Подсыпаю стол мукой слегка. Вытаскиваю тесто из пленки. И сейчас мне надо сделать обминку обязательно. Я распределяю тесто по столу толщиной около 2 сантиметров. И делаю раз, два, три, четыре. Вот так вот. И должно еще немножечко тесто как бы постоять минут 5-10. Я даю такую расстойку, а иногда я эту расстойку не даю. Я сразу делаю по-другому. Мне надо будет поделить это тесто на 5 частей. Я сразу нарезаю 5 частей. Достаточно они должны быть все равномерные. 1, 2, 3, 4, 5. Сформирую из них такие шарики. Вот так сторонку откладываю. И уже в таком состоянии даю немножечко отлежаться, расслабиться. Я возьму одну такую свою заготовку-булочку. И сейчас раскатаю основу под пирог для начинки. Вот так вот. Переворачиваю. Размер небольшой. Вот как бы я на глаз сейчас. Я не могу сказать. Ну, приблизительно, да, диаметр, наверное, где-то 22-24. И буду перекладывать эту заготовку сразу на противень. Я воспользуюсь водой. Налью чуть-чуть. Вот так вот. Вода в данном случае у меня будет как будто бы клей. Чтоб не поднималась бумага. И вот так приклею бумагу к противню. И она уже никуда не девается. Вот так вот. Лишнее убираем, чтоб не мешало. И переношу эту заготовку на противень. Приготовлю сразу вторую заготовку. Это будет у меня как бы верх пирога. Вот. Сейчас раскатываю. Раскатая по диаметру чуть-чуть побольше, я думаю, достаточно. Теперь моя задача аккуратно выложить начинку на основу пирога. Аккуратненько. Она будет рассыпаться, но я рукой помогу и соберу начинку горкой. Ничего, я сразу с руками, они у меня очень чистые, мытые. Мне так будет удобней и быстрее. Вот так вот трамбовываю начинку. И ни в коем случае не думайте, что я сделала так мало теста и так много начинки. Это такая моя задумка. Дальше все увидите. Так надо. Вот так вот. Все, до последней крошечки. Собираем вкусные начинки. Собираем ее здесь по краям. Вот так вот. Теперь переношу вверх пирога на начинку. Защипываю. Аккуратненько так буду поворачивать, защипывать. Потом выровняю. В принципе, здесь какой-то специальный метод защипа не надо. Да, защипайте как угодно, потому что вот эта вот часть пирога все равно еще дальше закроется. Вот так вот. Самое главное, чтобы было защипано хорошо, чтобы тесто не разошлось и начинка не стала выпадать. Вот. И аккуратно еще придаю такую вот форму полушара. И продолжаю дальше. Я хочу солнца, мне мало солнца. Продолжаем лепить солнце. Теперь я три вот эти заготовки раскатаю, одинаковые по диаметру. Немножко присыпаю, откладываю вот эту заготовочку в стороночку. Сразу ее обильно смажу оливковым маслом, можно растительным, можно сливочным. Смотрите, как хотите. Сливочное единственное надо будет подтопить, но смазать хорошо. И две оставшиеся заготовки я раскатаю точно так же по диаметру, как и первую. Все, докатала я вот третью свою заготовку в такой блин. В принципе, они получились у меня все равнозначные, равноценные по своему диаметру. Вот теперь что мне надо делать? Я воспользуюсь своим строительным гаджетом и сделаю такие разрезы. Сначала крест-накрест, не до конца. Вот оставляя здесь буквально по сантиметру, по полтора от края. Сейчас, извиняюсь, удобно. Здесь так разрежу. Теперь другим ножом я помогу себе. На такие как бы треугольнички я нарезаю. Как будто вы разрезали на порции тортик. Сейчас моя основная задача все это перенести от сюда. Я переношу аккуратно. Теперь разворачиваю вот эти треугольники. Как бы выворачиваю наизнанку. Ну, неужели вам это уже не начинает что-то напоминать? И делаю в каждом треугольничке небольшие надрезы и выворачиваю кончики вот так вот наизнанку. Делаю небольшие надрезы и кончики наизнанку. Так немножко расправляю. Небольшие надрезы и каждый так вот треугольничек надо будет сделать. Я возьму одно яйцо, чуть-чуть совсем воды, потому что у меня яйцо осталось одно. А мне надо смазать достаточно большую площадь пирога. И для того, чтобы просто у меня хватило мне яйца, я его хорошо повзбиваю. Беру кисточку и теперь смазываю свое солнышко. Это не солнышко, это солнце. Домазываю все хорошо. Хороший, чтобы глянец был. Все, домазываю. Домазала даже уже точнее. И последний штрих. У меня здесь разноцветный кунжут. Я по краешку вот так вот высыпаю. Как бы каемочку. Делаю. Можно чуть-чуть на лучики насыпать кунжута. И солнце будет сейчас выпекаться в духовке. При температуре 190 градусов в 25 минут начинка готова. Надо испечь только одно тесто. А дрожжевое тесто выпекается очень быстро. Через 25 минут будет солнце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если в вашем доме мало солнца, испеките такой солнечный пирог. И жизнь засияет другими красками. Сейчас один луч, такой хороший луч пирога я отрежу своего солнца. Сытного. Сытного. Яркого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. Смотрите, как получилось. Обилие, обилие просто начинки. Тонкое тесто сверху и снизу. А вот этот луч солнца будет выполнять функцию хлеба. Просто обалденное солнце. Обалденно. Мне очень нравится. Залог успешной выпечки – хорошее настроение. И у вас тогда все обязательно получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова